Итак, всем привет, с вами ДПГ. Продолжаем играть в Казер Редакт за Королевство Францию. И в прошлой серии мы тут воевали очень активно в Испании, продолжаем им помогать. Закидываем им туда линдлист даже. Мы очень-очень держимся за то, чтобы здесь у нас все-таки был союзник, а не союзник Франции. Ведь много-немного, здесь как бы есть промышленность, здесь будут войска, будут еще фокусы, которые у нас спаимят в промышленности. А самое главное, здесь есть Португалия. Если здесь у нас будет один блок, то здесь уже как-то не смогут удержаться, я полагаю. Ну и плюс, нам, конечно же, будет проще атаковать. Хотя мы можем попробовать и вторгаться как-то, ну посмотрим. Сейчас мы побольше строим пехоты, плюс, я думаю, можно потихоньку начинать средними танками заниматься. Все-таки время войны медленно оно подходит. Так что в эти формируем дивизии уже и будем тоже их обучать потихоньку. Поехали. И стоит вопрос, какие фокусы нам сделать. В целом нам много, что здесь нужно. Но я так подумал, давайте-ка начнем с вот этого фокуса на минус стоимость самолетов. Ну и здесь плюс еще опыт авиации. Полезная тема. Потому что самолетики мы строим. Причем давайте сделаем вот так, 10 военных заводов на самолетах, на истребителях. Это солидно. Мы, кроме того, в один момент следом вот эти самолеты сделаем еще. К ним вот эти грейды. И начнем еще их строить. Плюс штурмовиков тоже какое-то количество военных заводов на них отправим. И в целом у нас даже получится и танки, и самолеты сделать. Все-таки наша экономика достаточно мощная. Я бы сказал, мы не так уж и далеко находимся от коммуны. Так что я думаю, у них будут проблемы. Но надо понимать, что главный наш противник это не коммуна. Это немцы, в которых все еще находится наш Лизас. Так что нужно сразу ориентироваться туда. И как бы по технологиям подходить, чтобы мы были сильными после возвращения Франции. Это наш финальный план. Поехали. Мне очень не нравится, что здесь вот происходит с испанцами. Они очень растягивают свой фронт. Обычно это приводит к окружениям наших союзников. Смотрим, к чему придет это в этот раз. А более того, нас вообще пушат с другой стороны. Давайте туда срочно пойдем. Помогать защищаться. Здесь нам нечего качать. Единственное, что мне точно стоило бы сделать, это... Блин, вообще нет, наверное, этого не стоит. Мы потихоньку сейчас накачаем. Давайте сразу вот сюда. И более того, сразу уже пойдем закачивать здесь тихие. И османы тоже начали воевать. Возможно, я, кстати говоря, за осман тоже в этот мод поиграю. Здесь у них тоже что-то есть. А более того, я думаю, у них здесь еще больше. Это все-таки, скорее всего, обрезанные фокусы. Типа, они уже что-то выбрали. Возможно, там еще больше всего будет. Посмотрим. И как же много там добровольцев. Просто, смотрите, здесь три штуки. Тут еще добровольцы какие-то непонятные. Чили там уже закончилась, да, война? Да, здесь у нас наши противники появились. Неприятная ситуация, но что поделать. И да, сейчас случится, видимо, то, чего я и боялся. Видите, нас пушат сюда. Причем так, ну, достаточно активно. Хотя снабжение сейчас у них проблемы, но... Они запушат, я в этом уверен. А на юге там у них растянутые войска. Господи, испанцы. Вот Иишка не умеет понять, когда нужно взять и вывезти все войска. А вот видите, вот такой вот фронт. Он его держит вот так. Это отвратительно. Австрия вступает в войну. А? Кто? Кто? Я что? Шиза... Такая шиза. Австрия на них напала. А, господи. Ну и говно. Да куда-то отвели... А! Куда-то отвели в скобочках. Напали на французов. Из-за этого их добровольцы ушли отсюда. Приятные для нас новости, но... У нас все еще только одна дивизия, господи. Одной дивизии все еще сложно как-то повернуть войну в другую сторону. Двумя? Хотя бы чуть-чуть попроще уже. Но пока что второй мы все еще не можем отправить. Думаю, если мы построим еще дивизии, возможно, в один момент мы сможем, но до этого еще далеко очень. Ну и плюс я все еще не могу отправить самолеты, хотя бы мне казалось бы, что хотя бы одну круглую я мог бы уже и отправить. Но игра говорит нет. Без добровольцы, кстати говоря, очень сильно мы пушим здесь их. И это меня не может не радовать. Тут мы, кстати говоря, подкачиваем тоже техи. Вы сейчас, пожалуйста, производите. Радио я не делаю, потому что мы его по фокусу получим. Можем доп-роты построить. Кстати говоря, я бы себе даже госпиталь взял, что мент-пауэра мало. У нас еще есть дополнительные бафы вот от этих фокусов на потери опытных бойцов и на... Ну-ка. Где-то я видел еще на восстановлении, но мне кажется, видимо кажется. В любом случае даже на потери опытных бойцов, раз здесь есть бонусы, то мы можем их подстакать еще нашими госпиталями. И у нас армия будет реально очень опытная. Нужно этим воспользоваться. Смотрите-ка, у нас есть какая-то разведка. Давайте информация о немцах. Это приятный бонус 5%, я так понимаю, навсегда, что ли. Параллельно подкачиваем здесь, в жутких и пора. И продолжаем красть у немцев, точнее у французов здесь различные вещи. Давайте с чертежами побалуемся. Точнее внедримся в ВВС и потом будем с чертежами баловаться. А здесь мы, как вы можете видеть, продолжаем окружать испанские дивизии. А, ну я только сейчас туда могу отправить Аташе, наконец-таки. Грузовер гнезинца, кстати говоря, может пригодиться, но и самое главное, я сейчас еще опыта побольше подформлю. И слышите, неужели мы побеждаем? Наши дивизии идут вперед. Хотя, там, казалось бы, тоже все еще и дивизии, но, видите, что мы где-то окружаем и потихоньку прорываемся. Лендлис все-таки помогает, господи. Ура! Нужно им еще, возможно, запросить побольше. Давайте 7000 в этой херни отправим. Я не очень уверен, как у нас оказываются разряжения различных этих стран, но, допустим. Так, прекрасный баф у нас есть. Можем еще, кстати говоря, вот это взять на опыт флота. Но даже не знаю, нужно ли мне это прям особо. А радио я хочу уже взять сам. Давайте туда пойдем. И я уже следую вот эти истребители, 190 дней на них. Под бафом они еще будут. Вот этим вот. Плюс атака, плюс маневр, плюс дальность. Самые лучшие статы, что могут быть в концерне, пожалуй. И я бы еще, знаете, что вот здесь заследовал бы вот эти модули. Все-таки вторые пушки и двигатели третьи поставить было бы очень круто. Черт, тут окружили две дивизии испанцев, и я бы бежал на помощь, как мог. Потому что две дивизии, это много, тем более они выглядят солидными, ну-ка. Давайте посмотрим. А, мы не можем, да, узнать? В любом случае... А, ну слушайте, вот здесь мы их и поймали. И вот так. И деблокируем, и блокируем еще вот этих, судя по всему, таким вот образом. Отлично. Сюда, получается. Ну, слушайте, очень тяжко, но каждая, я думаю, инвестиция наша, каждая винтовка очень помогла. И еще одну дивизию окружили. Блин, ну, очень тяжко так воевать одной дивизией, но мы справляемся насколько можем. Так, надвигается война. Война между коммуной и Германией неизбежна. И серьезное потрясение. Ну, да. Мы готовим себе морскую пехоту. Собственно говоря, у нас здесь, видите, спецназ мы расширили. Возможно, где-то еще мы сможем его количество повысить. Не вижу я пока что этого, но допустим. Все равно. Неплохо. У нас будет 8 дивизий морской пехоты, они, в принципе, будут такие же, как и обычная пехота. А, единственное, нам не хватало вот так. Подразделием мы в это отклонно просто опыта. Ну, как получилось уже. У нас, в принципе, будет очень хорошая армия, но не такая многочисленная. В целом, для нашей страны я бы сказал достаточная численность. И наши слоты достигли того момента, когда строить уже негде. И мы начинаем конвертить, потому что, ну, да, а что? Хотя, подождите, еще чего здесь вот можно будет построить? А потом только конверт останется нам. Помимо вот этих мелких заводов. Еще один кусок мы отрезаем от коммунистов в Испании. Нам очень хотелось бы победить в Испании коммунизм до конца до ночи, начала войны. Кстати говоря, ой, приятный очень паф, мы вот здесь вот получили вот с этого фокуса. И вот это, кстати говоря, мы тоже можем взять. Просто подчинение в наших копировных территориях нам пригодится. Пойдение Барселоны есть? Ну-ка, как долго вы еще будете держаться, вопрос. Потому что мы будем вас тушить как можно быстрее и сильнее. Аппарат конфликт заканчивать, и мы уже, в принципе, плюс-минус способны на это даже одной дивизии. И вот мы можем сделать наше предфинальное самолеты. Ура! Меняем на новые. Новые намного сильнее предыдущих. И будем верить, что мы успеем их на производить к войне. Эльцасский ультиматум, кстати говоря, произошел. Судя по всему, война вот-вот начнется. Вот оно, мир в огне в опять катеров воюют снова. Ох, ну что ж. Они-то воюют. Мы пока не готовы. Нет, мы можем уже в теории... Да, последняя битва нажать. Но нет, ребята. Чуть-чуть надо все-таки подождать. Тверо-Прованс это... Ага, ожидается, что мы здесь высадимся. Ну, нам нужно еще доготовить вот эти дивизии. И в теории, ну, хотя бы вот эти, скорее всего, две. Посмотрим, как они, насколько готовы. Но надо, плюс, я очень хочу успеть в Испании все-таки победить. потому что это нам даст как минимум безопасность Португалии. В ИСР вкладываем, конечно, всю палитку. И здесь, наверное, тот же самый баф берем. Здесь остальные бафы нам и не нужны. Так-то. Все очень просто. И плюс, кстати говоря, было бы полезно еще успеть перед войной взять вот этот баф небольшой. Но, скорее, еще вот этот важнее. Все-таки здесь плюс бафы к танкам нашим и плюс прорыв в 4% это вообще все. Так что полезно. Одна тоже объявила войну к Британскому Союзу и готовится, видимо, воевать. А мы да, надо движется к возвращению Европы. Мы движемся к победе в Испании. Тоже немаловажный фронт. Мы, кстати говоря, сможем теперь один пак самолетов, одна авиакрылоза кинуть в Испанию. Это важно. Это даст нам теория, да, вот, минус 15% защиты против нас. Здесь минус 8. Ну, короче говоря, ресурсовозы хита будет давать. Пойти должно все чуть-чуть получше. Штормовиков нас, сожалению, пока нету, но вот я сейчас уже сделал, тоже буду потихоньку их выпускать. Плюс надо немножко подзакупить опять стали. Чиски не хватает. Можно уже, ладно, раз мы покупаем, давайте и на кораблик тоже. Так и быть. Добиваем остатки здесь. Потом переходим сюда. Коммуны, кстати говоря, дешифруются, значит они... Да, не аппали шифровку, но плевать на это. Мы сейчас здесь с коммунистами разберемся, останется немножко добить. Так, последняя, последняя битва практически здесь уже. Останется Валентия, Валентию заберем, они сдадутся. Мы уже очень близки. Здесь у нас морпехи готовы. Давайте морпехов уже выделим в отдельную армию. Точнее, ну да, как бы в отдельную армию. И вот этого парня, пожалуй, да, его отправим готовиться к выставке как раз таки в Прованс, да, почему бы и не сюда. Посмотрим еще, что там. Ну, конечно, мы сделаем так планирование, а еще надо сделать, пожалуй, вот так. Посмотреть, что вообще там есть. А тут дохренища солдат. Хрен мы там высадимся. Надо думать что-то другое. Там, тем временем, Россия захватила Польшу, а мы здесь тренируем наш флот и тренируем также наши истребители к бою. Ну и, конечно, пытаемся здесь добить последние вот эти вот дивизии испанцев, не наших. Ну и кое-как выходит, но Валентию пробить сложно на одной дивизии, когда там пять. А еще кончается, что строить, но я не хочу перестраивать еще больше заводов на, ну, фабрики на заводы, потому что рано или поздно мне понадобятся фабрики. Кроме того, здесь, как вы можете заметить, огнеметные танки делаю для наших танков. И пускай они будут плюс, я еще их добавлю в наших морпехов. Тоже будет, я думаю, полезно. Ну вот, видите, сложно, но они невозможно. одной дополнительной испанской дивизии в принципе хватает, чтобы мы могли пробить Валенцию и закончить хотя бы частичный трону. Господи, что вы делаете? Вынужденная атака. Ух, это было больно сейчас моим глазам смотреть на это. Но, ладно. В целом, победа близка, так что, я думаю, уже пойдет. Здесь уже можно не так экономно атаковать, но плюс-минус. Быстрее. Ух, успели. Встреча от Атери Рейхспакта, кстати говоря, происходит. Интересно, что там будет. Нам, кстати говоря, побыстрее в эту войну пойти, чтобы побольше что-то получить. Но пока как есть. Все-таки, как я сказал, нам нужно доготовиться и нам нужно в Испании добоевать. Мы там уже 2-ю дивизию отправить туда. Давайте так и сделаем. Более того, это будет танковая дивизия. Давайте туда отправим. Станковая дивизия сейчас все должно намного-намного веселее пойти. Конференция в Галифаксе. Ну, мы будем отклонять любые требования, потому что мы не побоимся потом повоевать за эти требования. Ага, Металь Европа. Несколько экономическому союзу. Нет, мы не зайдем наше независимость. Кстати говоря, вот последствия вот этих атак дивизия просто испарилась. Только что на ваших глазах была конференция. Ну, ничего нового. А мы здесь докачиваем наши последние бафы на в армию. Король мертв. Да здравствует король. Генри шестой. Ну, ничего особенного не выделяется. Давайте этого парня сюда. И поехали. Сейчас все будет намного проще и быстрее. Наша дивизия выглядит что-то вот намного намного веселее. Тренировался флот. То, что я хотел, чтобы они сделали, они сделали. Можно их возвращать, не тратить лишнее топливо. Это топливо мы в данный момент закупаем и еще долго будем его закупать. Давайте только закупим его у кого-нибудь дружественного нам. Типа Канады, к примеру. И здесь тоже подредачим немножко. И остался последний баф. Ну, как я и говорил, здесь повеселее все. Несмотря на то, что типа красное, но нас не пробивает, мы наносим урон. Все изменяется. Так, последний не Европа. Ага, в обращении короля Эдварда. Очень интересно, на самом деле, нет. Но скоро мы уже закатаем здесь все. А теперь мы сюда еще и штурмовиков отправили. Теперь уж точно все станет намного-намного проще. Вот последнего, так сказать, не хватало элементов в нашем супе. Теперь, да, теперь мы идем на Мадрид и сейчас будем постепенно методично здесь все закрашивать. Там падение Дублина. Произошло Дублина, Дублина. А это что? А Ирландия? Это коммунисты? Португалия? Молодцы. О, тренировочная программа Антанты тоже прекрасный баф. Берем обязательно. Так, туда мы улетели. Здесь нас куча истребителей. Добавим им еще. Почему бы нет? Пускай все учится. Здесь они подучились. Топлива у нас хватает. Давайте прекратим купать нефть. Исследование у нас все вообще очень далеко и прекрасно. Ну вот, мы уже почти готовы выступать в войну. Как только Испания пойдет, в принципе, мы подойдем тоже. Итак, пора уже начать последнюю битву. Получаем цель войны аннексия. Оно как раз-таки 30 дней это займет. Так, здесь, конечно же, мы вкладываемся, берем фабрику, берем ТНП, все дефолтно. Здесь уже последняя битва активна, через месяц получу КБ, а здесь мы уже заделываем наши битвы. Как я сказал, с танками все, конечно, намного веселее. Если стоит сейчас перебросить сюда еще побольше авиации, о, мы можем еще и вот так сделать. Тоже приятно. Тоже приятно. Пускай дополнительно помогают. Ну и война в Испании официально закончена. Ну-ка. Да. Войска возвращается домой и мы теперь готовимся торгаться во Францию. Возвращать наши территории. И я думаю, мы как раз-таки займемся этим уже в следующей серии. Здесь мы закончили подготовку армии, закончили в эту гражданскую в Испании. Мы полностью готовы, как никогда. Так что до следующей серии. А с вами, ребята, был ТопК. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно и до скорых встреч. Пока.